всем привет дорогие друзья и с вами снова канал анриэл игры ну что ж мы продолжаем наш летсплей электро на сервере и это наш двенадцатый выпуск всем привет с вами лист так ну и сегодня мы уходим в подполье ну почти так смотрите мы тут совместно делали вот такой вот можно сказать котлован да но тут на самом деле будут гивей расти не знаю почему мы опустили это суда но вот так вот суша зачем вы опустили это вниз чтобы красиво выглядело и чтобы не мешало обзору в принципе я тоже согласен у нас кстати я много песка накопал и теперь а потом вот тут стеклом закроем и у нас будет такой как бы подземный парк можно сказать вот тут мы пытаемся спустить траву вот таким вот нехитрым образом лесенкой но как вы видите это происходит очень и очень медленно но может к серии к 100 и тут будет внизу трава я уж надеюсь ну я надеюсь что все-таки не к суда еще кстати не стоит так сильно пугать людей кстати проверили одну тему то что мол рядом с водой растет трава на самом деле неправда чушь чушь чистой воды так сейчас карту отдали назад так ладненько но при этом она может спокойно сгенерироваться в подземелье но это воля случая наверное так так я специально достал себе одну кожу с коровы чтобы посмотреть какой регион то есть я хочу поднять ветряки повыше и как раз таки поставить его где на границе привата то есть наверху так кстати я тут проверял провода и смотрите что обнаружил изолированный оловянный провод смотрите как выглядит это просто бомба какая-то он он целый блок занимает капец можно еще сделать совок для пчел просто у нас тут в подвале обнаружился этот пулей вспомнить вспомнить как он делается а палки шерсть а шерсть там одна она тогда кажется я помню как его сделать так только только нам нечего палки делать а есть есть древесина я думал древесины не осталось вообще подожди у меня девять палок еще есть чтобы лишний раз никуда нет все уже здесь уже там он делается надо смотреть рецепт шерсть на самом верху самом верху а вот все вот я сделал сачок он нужен для сбора пчел можно сказать им улей ломаете и получается такой как бы собирается где у нас тут а вот я оставила место а и у нас и у нас роки трутень и роки принцесса не знаю что это значит наверно они какие-то подземные на самом деле мне кажется генерации такой не должна быть то что они по сути не должны там генерироваться в подполье но все же так так ладно пчелами но ну то что они генерируются под землей позволяет им работать и ночью возможно возможно да палочки никуда класть ладно так у меня 6 ветряков есть и 4 генератора я хотел сюда делать геотермальник еще так и мои пластины вот они железные оболочки потом капсулы так простые так сейчас еще надо простых капсул сделать их вроде как делал да не золотом должны лежать универсальные универсальные так походу я их не делал потому что я что-то их не вижу ну ладно в принципе не проблема просто набери в поисковике внизу универсальная капсула да нет я я уже как почти доделал слава еще осталось как раз таки на который у нас эта система питается я как раз таки сейчас еще четыре геотермальный генератор сделаю чтобы улучшить наше положение как говорится то у нас проблемки с энергией так ну все капсулы у нас готовы даже чуть больше чем нужно на одну так кладем и сюда генераторы сюда стекло и сюда железные пластины насколько я помню да у нас получается геотермальники 4 штучки мы специально делаем подвал чтобы собственно тут и поставить наше оборудование то есть у нас уже вся система не вмещается тут как вы видите сплошной хаос и вот тут два таких сундучка у нас для нужностей так ладно пока я положу геотермальники в ящик и пойду наверное поставлю ветряки повыше как раз таки нужно будет проверить приваты там так что возьму земельки или булыжника возьму булыжника просто у нас очень маленькое количество энергии вырабатывается с ветряков то есть по сути так не должно быть от этого надо их ставить гораздо выше я помню что примерно высота где они работают очень хорошо это где-то 110 то есть а у нас тут они не или даже 120 то есть показывает что он вывод 4 энергии затек но это неправда больно уж как-то неправдоподобно звучит нагло лучше подстрекать и за суши мне знаешь что нужно мне нужно взять ой жима гида у меня пол сердечко стал я просто привык как спускаешься до прыгаешь и потом самый конец нам строительные леса тормози шире облесень а тут такая тема не закатывает тут нужно быть леса и разбиться то есть мне кажется в последних версиях это как-то пофиксили так ладно возьму сейчас я хочу хотел взять я хотел взять ключик как не у нас ключик вот он у нас да конечно много еще электроники нам нужно сделать я допустим электропилу не сделал электроключ потому что просто пока нету времени на это ну ладно сейчас позанимаемся вот этим улучшением и возможно сделаем так сейчас надо будет посмотреть подняться на какой до подобрал на какой высоте у нас заканчивается приват да будет свет так ли есть так на 130 а 130 уже привата нету у нас приват до 126 блока идет отлично нормально так значит 126 блок у нас будет как раз таки ветряк в принципе нормально чуть чуть повыше будет я тут тихонечку спускаясь зато ветряки будут гораздо лучше работать так сейчас тут надо их аккуратно собрать и для этого сделаем небольшую платформу из булыжника пока что так кстати ключом на самом деле не очень так выгодно свинчивать потому что есть шанс что выпадет просто генератор то есть никогда не забывайте это булыжник по конечно же снимаем тут и кстати бак на провода по прежнему работает так что можно спокойно использовать все что хотите то есть любые провода все техническое помещение у нас готово теперь можно перетаскивать все совершенно провода у нас конечно тут будет смешно смотреться то есть я я там взял изолированные провода они как целый блок сейчас простых возьму каких-нибудь ну или в крайнем случае я их сейчас делаю она хотя наверно 23 провода может быть хватит если конечно я оставила не освещенной одну стенку думаю туда можно впихивать все что угодно проводов сделается и мы полезем получается у нас по 3 провода у нас опять лава закончилась представляешь это уже 7 стат наверное нет вру 9 это огромное озеро потихоньку уже начинает исчезать ну как потихоньку крайне спешно но исчезает так так ладно сейчас я заправлю все это дело все вроде заправил так я соберем оставшиеся лаву тут ну вроде как бы пока что на некоторое время хватит тут кстати перекладывал вкусную муку вкусную муку во всякой всячине так ладно 35 провода нам наверно хватит я думаю так все и надо будет смотреть насколько эффективнее у нас стала система я думаю чуть-чуть до эффективнее она и станет неплохо бы конечно было бы продвинутый какой-нибудь ветряк поставить гораздо больше бы энергия получалась бы на что для него нужно а для него нужно трансформаторы и просто очень много ветряков то есть принципе он не выгоден из-за того что тут крафт более усложнен да то есть в основном как требуется до чтобы чуть-чуть продвинутые ветряк сделать требуется предыдущих четыре а тут сделано то что требуется 8 то есть даже попробую посмотреть вот допустим ветряк до максимальной энергии 8 энергии за тег но для него требуется 8 ветряков хотя может нормально один к одному зато идет ну не знаю это надо смотреть в любом случае нам придется такие ветряки потом делать потому что нельзя содержать большое количество просто ветряков это будет вызывать и лаги и и у нас и на сервере так да и смотрится не очень так у нас вроде на 126 до заканчивается приват так ну ладно вот это будет у нас последний как раз таки блок сейчас заклеим вот ветряк прямо не в привате его оказался она снимая его просто оказалось что провод выше поставил вот оно что так и теперь посмотрим до суши вот тут свой индикатор до показывает почти половинку то есть я реально выгоднее то есть я уже один поставил он значит уже будет работать как три примерно так и потихонечку конечно же тут спустимся и поставим еще ветряки нужно сейчас вот тут как не идет так вот хитро поставить стиху пожалуйста серп я погоди погоди так ну да в принципе они как-то даже поэффективнее наверно работают все таки хотя вроде тут не особо большая разница перезапуск сервера начинается ждем я же даже испугался типа крашнулся мир ну да столько усилий зря сейчас у нас сервер будет доступен как раз таки у нас уже по крайней мере чуть-чуть получше будет с энергией потому что еще и геотермальников плюс четыре штуки ух достаточно долгий перезапуск идет после этого он обычно более эффективно работает все запустился отлично ухты и когда появился у меня под низок просто синее было я только стоял на одном блоке ну примерно как-то вот так вот я хоть забыл то что урон наносится когда ты вот так боком тут лезешь и опять осталось почти два сердечка да опасно ты любишь рисковать так еще на кактуса не наткнись пока что я не вижу чтобы энергия прибавлялась потому что все тратится мфе конечно если вот тут отрезать провод и посмотреть только так мы сможем выяснить ну энергия скажу эффективнее теперь набирается не очень много конечно но все же есть так и наверное я почему она вот я повернула мфе пипкой вниз чтобы напряжение нам стоять что поступало я думаю как раз стоит воспользоваться вот этой мфе чтобы она ну то есть смотри она будет в потолок туда вмонтирована как раз таки удобно тут у нас будет снабжать все энергией сама под заряжаться с генераторов так сушь нам надо лесенку сделать ну да я хотела чтобы ты убрал вот эти вот генераторы и тогда уже можно будет делать нормальную лестницу так 0 как минимум более красивую ну вот эти механизмы на мы наверно просто поставим тут я пока что сейчас она израсходует энергию так что нам нужно так ладно сейчас покушаю сначала геотермальники у нас тут так геотермальники у нас есть неплохо бы уже начать им есть систему делать так наверное для этого нужно не был вот она кварцевая пыль ножка кварцевой пыли сразу поставить перри горать кстати где а вот они нашел наши ускорители получается вот такой кремень из кварцевой пыли как раз таки нам тоже сейчас пригодится так песенка лесенка еще мы будем делать лесенку наверно из каменных ступенек сделаем будет как раз контрастировать так да скорее уж она будет смотрится в том всему остальному потому что лестница у нас каменные идут ну да так думаю как ее тут сделать покрасивее давай давай ломайся древесинка я вижу нас освещение хорошие теперь так эти ступеньки наоборот поставил и тут наверно сделаем вот такой вот пятачок из досочек красивых у нас кстати тут одно место осталось где не хватает два блока каменных кирпичей а вот тут под лестницей а всех выказ правильно коварим теперь она глубоко под лестницей даже не пройти ладно так пока от ковыряю и как-то вот так ладно еще заделаю быстренько это дело так есть так все этом заделал и у нас тут все готово то есть вот иди посмотри как тут у нас получается с лесенкой то где есть я тут сер появился он свои вот так ну достаточно уютно так я предлагаю день генераторы вот тут вот поставить по верху прямо то есть это будет крайне удобно я предполагал то что вот эта вся стена вы как раз и будет занята то проводами то генератором а тут принципе удобное место как раз а вообще даже по хорошему счету можно сделать вот тут это вот так как бы как раз закрывает а там сзади провода будет пропущена то есть в принципе удобно пойдем посмотришь что я натворила нормально нужно будет посадить еще каких-нибудь обычных деревьев или перетащить туда эти кактусы ну да можно ну или тростник хотела так хорошо смотрится на тростник пускай сильнее но можно просто сделать оставить как декоративное и сделать еще и притащить функциональную же стата на принципе так 4 вообще под лестнице идеально просто вот этот механизм тут стоит просто песнице всегда идеальный вариант практически для любого решения и вот тут у нас провода то есть прям тут подходит прям вот просто идеально сейчас я оставшиеся сниму так у нас будет прямо продаж закрываться геотермалка весьма странно кстати выглядит но удобно прям все под лестнице застрой на ну вообще хорошо по моему можно еще и типа сделать блоки которые закрывают провода до их как-то можно сделать но там пеной как-то надо ну вот смотри вот отсюда тебя подходишь и вот так тут на самом деле вот такие механизмы и запал энергистик которые автоматически будут все делать то есть просто систему капсул загружаешь и уже все работает так так вообще неплохо было бы конечно механизмы тоже туда поставить сейчас я наверно тоже этим займусь тогда и зато перетащить эти барреля так суши у тебя есть топорик а а то я все рукой 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 и рукой так ладно и не могу понять углю который мне происходит то серп исчезает у меня там появляется вновь не знаю так тут у нас допустим что то будет не знаю пока что что тут у нас будет наверно проводите а если убрать верхнюю часть дерево самого блока с киеве и на котором нету резины а в остальном блоке он будет появляться или нет а ну ты имеешь ввиду верхний ну да например сами капельки появляются внизу а вверх убрать ну да он хорошо просто вот если нижний убрать уже не факт что будет оно расти но если убрать верхний то я думаю будет так ладно я тут подготовил место для переезда механизмов сейчас думаю надо будет еще их по несколько штучек наделать заранее сразу то есть там две печки или даже четыре то есть чтобы все происходило у нас достаточно быстро так наверное сейчас железных пластин море понадобится так что мы сразу целый стак закинем в переработку так ну хотя ладно это можно в принципе за серией сделать думаю ну в принципе подвальчик как-то будет выглядеть примерно так ну ладно тут можно в принципе вот так сделать чтобы покрасивше было так нужно будет потом не забыть сделать проход к этому ммм 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 мммм так и почти функциональной то есть тут у нас вот в пе который накапливают почти всю энергию будет поступать к механизмам где то отдельно будет стоять потом генератор متери и тут будет миси система тоже располагаться и конечно же тут всё будет автоматически перек перерабатываться ну что ж на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока пока Пока!